Кто ходит на яхтах в Монако? Как вы вообще туда попадаете отсюда? А ты работала тогда на заводе? Да, на заводе Ну что, друзья, вы готовы ко второму сезону? Участие в шоу тебе помогло чем-то? Заказы просто посыпались Пришли и давай нас арестовывать, что мы незаконно проникли на их территорию Мы заказали второй тираж, поэтому мы снова открываем продаж Я на утро проснулась знаменитой Сколько ты зарабатываешь? Это называется друзья жаба Хендмейдик, то на чем я начала говорить вам, что нельзя заработать денег У тебя получилось заработать денег? Да, в среднем оборот у меня 5000 долларов Где мы ответили на самые болючие вопросы Я просто ваша госпожа Это было страшно Очень страшно Это шикарные деньги Ты поверила в меня? Поехали Всем привет, ребята Это у нас новый выпуск нашего бизнес-шоу И сейчас я нахожусь в том месте, где почти окончен наш ремонт И я знаю, как сильно вы хотите его увидеть Сильно же Но увидите вы его совсем скоро Потому что я люблю держать интригу А сегодня мы, собственно, встретимся с вами с Юлей Вы же помните Юлю, у которой детские праздники У которой агентство с детскими праздниками И которая пришла к нам для того, чтобы повысить свою прибыль Сегодня мы узнаем спустя пару месяцев, как дела Юли И познакомимся еще с одной участницей, которая тоже занимается детскими праздниками И узнаем, как ей удалось уволить всех и начать зарабатывать очень приличные деньги в маленьком городе Ну а я пока пойду и понаслаждаюсь тем, что у нас получилось Смотрите выпуск до конца, и вы увидите все самое интересное Привет! Сегодня мы с вами на яхте «Мишель» В гостях у классных двух капитанов Александр Дмитрий С Сашей мы знакомы уже больше 10 лет, подружились, но не на яхте На велосипедах Найкорно Ребята занимаются организацией яхтенных переходов куда-то в Европу В Средиземное море, в Монако В общем, классно они так зажигают Меня все время приглашают, но меня жена не пускает, к сожалению Но все равно я решил хотя бы спросить Я сам не был, но давайте у них спросим, что они вообще делают Кто ходит на яхтах В Монако, как вообще туда попадаете отсюда? Для меня это загадка до сих пор Ну отсюда в Монако попасть тяжело Отсюда можно только в Австралию выйти И опыт уже, да, был не раз уже Выходили, да, на лодках вот таких И в Австралии, и вокруг света А теоретически это возможно? Конечно, это практически возможно Причем это происходит со времен, наверное, Советского Союза На Днепре мы спускаемся Да В какое море? Тут немножко сложнее На Днепре строят лодку И шлюзами, да, вниз по Днепру Выходим в Черное море Черное море, Турция Через прорив Босфорда Да Средиземное море попадаем И пошли дальше А Средиземное море, а потом мы тоже куда-то попадаем Дальше в океан? В индийский? Нет, в Атлантику А, в Атлантику А потом огибаем в Африку, да? Вокруг Африки и в Австралии? Вокруг Африки и так, да Вот смотри, я решил с вами пойти в Европу Яхтенный поход, что мне делать? Не вопрос, связаться с нами Чисто теоретически, если меня Ермилова отпустила Если вы хотите поехать на яхте Главное желание То есть здоровый дух авантюризма То есть если, например, не бояться спать в палатке на природе То есть вот яхта, это намного лучше, чем палатка Точно, это точно Позволяет не торопясь, не спеша передвигаться из города в город От острова к острову В то же время полностью комфортабельная На это она называется и круизная яхта Потому что автономная Здесь есть все Гальон, душ, камбус, то есть кухня Полноценная Холодильники, газовая плита, духовка Здесь все имеется для полноценной автономной жизни В то же время вы можете на яхте исследовать Побережье так, как вам удобно В том ритме, в котором удобно Потому что в некоторых пещерах хочется Побыть подольше, помедитировать На яхту садитесь в Европе прям? Конечно, да, летим Там садитесь на яхту И пошли по Средиземному морю Сразу же, да, сразу в море Я вот помню, я ходил еще, когда не был женат на Ольге Ермиловой Я еще ходил на яхте Я ходил в Красное море на дайвинг И мы ходили в те места, куда туристов не возят И у вас так же происходит, да? Сейчас мы практикуем путешествия, когда сначала там 4, 5, 7 дней по земле То есть мы смотрим именно жизнь этой страны Сначала в суши изучаете, потом с воды Знакомимся с людьми, стараемся жить в каких-то аутентичных там дворцах Или, ну, это в дворцах в кавычках Это когда-то они... А что в кавычках-то? Давайте жить в дворцах Да Я согласен В каких-то монастырях? В саджиках В женских монастырях Помнишь, подумали? Мы жили в женском монастыре Сегодня прокатите нас, кстати? Обязательно Ну, я уже еду в Европу Вот на яхте один С тремя девчонками красивыми Ну, это самое классное путешествие в Европу вообще Так правильно Настоящие мужики вот так должны путешествовать Учитесь, смотрите, учитесь А что вы смеетесь? А где, где наши бриллианты, я хотела спросить сразу В Монако Вот только, вот только мы туда придем И там сразу будут бриллианты Класс, ну, я... Можно и серьезно? Ладно, я буду сегодня серьезно Да, да Я очень рада, что у нас такие сегодня девчонки классные Уже, Юля, тебя, наверное, все забыли Ну, сними очки и скажешь, что это ты Это я Это Юля, это наша МТИ Как же помните? Юля, которая стала разорять свой город Нет Нет, я еще не разорила Еще до конца Сегодня, на самом деле, у нас не случайно Две классные девчонки Два хороших предпринимателя Ну, и вообще красивые девочки для Сергея Юля, вы уже, я думаю, вспомните Кто не смотрел выпусков с Юлей, посмотрите, пожалуйста А это Наташа Наташа, сколько лет назад мы познакомились? Лет 8, наверное Лет 8 Когда у тебя дерзкий бизнес? Вот, Сергей мне сегодня напомнил снова эту историю Что когда-то, вот, это было тогда, когда я была беременна Алисой Я помню, что я страшно толстая На этом курсе Я его записывала на 9 месяце С животом И мне казалось, что живот не видно Потому что вот так было Ну, правда, по лицу, конечно Я, представьте себе, что я весила тогда 65 или 6 Ну, где-то 65 килограмм То есть это сильно больше, чем сейчас Вот, и тогда это был такой продукт Который очень хотелось Чтобы девочки открывали бизнес Он, кстати, дал старт очень многим девочкам С которыми мы по сей день общаемся И Наташа его выиграла Да, я написала письмо Очень такое душевное О том, что я мечтаю Картинка некрасивая Боже, я помню это письмо Да? Да, да Ничего себе Нет, нет, нет Но я помню Вы делали пост про это Про то, что девочка написала И прям целую историю Да, много очень было письма Наташа Вот, я помню тоже Когда у меня очень эти все картинки Потому что тогда она мечтала о скраббукинге Вот что-то там Да, делать открыточки Вот это вот сюда Я мечтала о своей мастерской Вот И заниматься свадебной полиграфией И так получилось, что я выиграла твой курс А ты работала тогда на заводе Да, на заводе Вот представляете Это каждый раз меня повергает в шок И сегодня мы неспроста на самом деле Вас вдвоем собрали Вот, потому что Знаете, одной из самых ценных вещей Которые я уже поняла Являются в жизни Это отношения Это правильные отношения Это отношения людей Которые могут говорить на одной волне И вообще Это действительно Вот, раньше я смеялась с этого Ну, как бы такой, да Поговорки Не имей 100 рублей, имей 100 друзей Но чем дальше, тем больше Я понимаю, насколько важно иметь У нас только-то связи, да Говорят, но действительно Когда какие-то вещи Ты знаешь, к кому тебе обратиться С кем тебе поговорить У тебя есть единомышленники Это очень круто То есть это может решить Любой вопрос, абсолютно Поэтому сегодня мне хочется Чтобы вы пока в таком незнакомом Мы за кадром совсем немножко Девочки пообщались Мне хочется, чтобы после того Что вы послушаете сейчас Вы сели и вместе поговорили Обменялись телефонами, контактами И я уверена, что мы в будущем Увидим совместные проекты у вас Потому что у вас очень много общего Правда Но для начала я хотела бы Сегодня поговорить Начать с Наташи Вот, потому что уже говорила Что Наташу знаем много лет Наташа занимается очень Ну, такой у нее интересный как бы кейс Она из маленького города тоже Ну, относительно, да Простите, я уже все маленькие Не из столицы, это Кременчуга Это, кстати, кто-то, может быть, даже обучался у Наташи Потому что мы когда-то запускали совместные курсы Да, да, у нас совместные были По детским праздникам Я помню, как ты трусилась, заикалась Я прошла этот период, да Ну, я поняла, что это не мое Обучение, да? Ну, прикольно для опыта, да Кому-то я помогла Кто-то стал лучше меня Даже девчонки, которые учились у меня, да Я смотрю, сейчас наблюдаю за ними Насколько они классные, успешные стали Ну, знаешь, как говорится Никогда не говори никогда Вот, поэтому, возможно, ты еще к этому делу вернешься Но на сегодняшний день То есть у тебя прошли какие-то определенные качели Ты занималась сначала открыточками Давай все-таки короткий путь Да, сразу открыточки Я просто сидела дома Клеила там для любимого человека открытки Да, там подарила ему И потом меня затянуло Я начала там штудировать интернет Смотреть вообще, вдохновляться И что-то подкупать Какие-то инструменты Хендмейнды, да Кто, на чем я начала говорить вам Что нельзя заработать денег У тебя получилось заработать денег? Да Я начала зарабатывать Да Я сидела даже на работе У меня как бы Ну, на заводе, как бы, да График там С 7.30 до 4 Это время нужно было чем-то заниматься Ну, явно не работай И я туда приносила Постоянно какую-то бумагу Там клеила Что-то вырезала Клеила открыточки И заходили же сотрудники О, класс Типа, сделай мне там На шоколадку И потом эти шоколадки Начали уже как бы В деньги превращаться Я сразу же стала вести учет Как раз параллельно Я выиграла твой курс Да, и там уже бизнес-план Для ля-то-поля Все это надо делать Конечно же, я все записывала Каждую открыточку Каждую копеечку Все считала И потом, когда я поняла Что моя зарплата Уже намного меньше Чем я зарабатывала Я сказала Что я буду уходить Давай такой небольшой нюанс Какая у тебя была зарплата На тот момент 1200 гривен 1200 гривен Это что в долларах тогда было? Не помнишь? Ну, наверное, зарплаты еще другие были Просто, чтобы, знаете Вы не думали о том Что это сразу начались Тысячи долларов А то, знаете, как начинают считать Это в 2011-м Да, где-то было Я Не, в 2012-м я уволилась И сразу же Я сняла себе помещение Самое маленькое Такое неприметное Оно было даже без отопления Мне пришлось Купить обогреватель Я сама сделала ремонт Еще тогда С мужем своим Мы открыли Первая Наша такая маленькая Мастерская была Я начала Принимать заказы Клиентов Это была большая мечта Нереальная Просто Первый стол мой Вот эти все ящички Все заполнено Все так красивенько Бабочки на стенах Ну, все как было модно И потом постепенно Начали подключаться Коллеги Агентства Я начала там себя Позиционировать Что давайте Я вам буду делать Пригласительные И первое сотрудничество У меня с Кристиной Смирновой Как раз сложилось Я тогда тоже безумно Боялась Шла к ней на встречу Такая дрожала Принесла огромный каталог Делала этих всех образцов Отфоткала Заказала фотографа Фотостудии Все с белым фоном Все как положено Все это сделала Выложила в контакт И все И пошли заказы Реальные Пошли Это гензаказы Постепенно Постепенно Потом Наверное Самый первый праздник Детский Сделала твоей дочке Алисе Первый годик Первый годик Да Все Вспомнила наш первый годик Да Помню Да Ты поверила в меня Хотя Я просто тебе показываю Картинки из интернета Потом был еще второй годик Вот Второй годик Это уже был годик С Микки Маусом Да Ну второй годик Он уже был Ну вообще совершенно другой То есть он уже Если первое Это у нас был такой хаотичный Ну маленький Все штучки Ну очень кстати миленько У нас даже по-моему Рамочки до сих пор Хранятся там Подарочные То второй годик Это уже было Достаточно Очень классное оформление Кстати Одно из моих любимых Потому что ты концептуальненько Так взяла этот ресторан И начиная там Скатерти Там ну очень много Мы даже посуду туда Купили черную Вот То есть Очень его классно сделала То есть ты за этот год Очень сильно выросла Мне очень кстати понравилось То есть я просто хочу Чтобы вы на примере Наташи Понимали Каким образом Можно расти из маленьких То есть Наташа Сделала презентацию Тогда В фотошопе Визуализацию Визуализацию Вот То есть это То что меня поразило Это была классная Визуализация Которая полностью В результате Соответствовала Тому что мы получили И то что мы получили Оно было Ну я даже не могу сказать Что было лучше Или хуже То есть это было Очень классно И ты тоже Этого научилась Ну это моя заморочка Такая Я люблю Чтобы все было четко Идеально И я это делала Даже в первую очередь Для того чтобы Делегировать работу Декоратором Чтобы не самой Это все приезжать делать А чтобы девочки видели Я им даю Распечатку Да Вот визуализацию Пожалуйста Сделайте так же Чтобы это стояло На таких же местах Слушай На моем 30-летии А ты еще тоже что-то делала Да Какая-то часть работы У тебя была Я помню Ты что-то делала А я тоже То есть короче Мы с Наташей Мне 30-ти я звезда Да Да Мне 30-ти я звезда Это вы слушаете Было 5 лет назад Круто Ну что друзья У меня для вас Прекрасная новость Очередная Потому что мы Сережа работаем Не только над шоу Но и над тем Чтобы еще Больше давать вам Информации И недавно В инстаграме Я попросила Чтобы мне написали Предприниматели Вы написали Боли Такие боли Новичков И в общем Мы их отсмотрели И записали Вместе с Сергеем Прямо вот здесь Сидя Для вас Целый блок Где мы Ответили На самые Болючие вопросы Мы даже назвали Этот блок Сейчас вот вам Скажу с блокнотиком Самые большие Боли Начинающих Предпринимателей И вы можете Прямо под этим Видео Под выпуском Этого бизнес шоу Найти ссылочку Перейти по ней И посмотреть В общем То что мы записали С Сергеем Абсолютно бесплатно Не беспокойтесь Так что Переходите по ссылочке Вот как написано здесь И учитесь Продолжайте Прокачиваться Не только С нашими Участниками Но и Собственно Самостоятельно Потому что Мы для вас Стараемся Для меня всегда Проблема Что же делать На яхте Вот я из-за этого Вот яхты Яхтиные путешествия Я когда Выхожу только в море Мне через полчаса Становится скучно Потому что Маленькое пространство Делать особо нечего Вокруг вода Вот я когда Ходил в дайвинг-сафари По Красному морю Там понятно что делать У нас 4 раза в день Мы погружались С аквалангом Это убивало Практически весь день У меня кстати В Красном море Там раз 150 Наверное погружение Этих на дно То же самое Целый день Погружаешься Выгружаешься А то есть акваланг Акваланг тоже присутствует Нет Без акваланга А куда выгружаешься Какие места Акваланг это Имеет смысл Брать уже яхту С аквалангом Где-нибудь В Карибском бассейне А в Средиземке Можно без него обойтись Вот Точно такие Поколено Поколено В открытом море Всех выбрасываем За борт Люди купаются Потом обратно Забираем В общем Они выбрасывают Всех за борт В открытом море Точно такие же Ночные погружения Когда вы плаваете Среди Светящегося Планктона Как он называется Аватар С маской С трубкой Это Снорклинг Снорклинг То есть у вас Снорклинг Да При этом не нужен Никакой акваланг Никакие плавки Ничего не нужно Не нужны сертификаты Погружения А трусы тоже Тоже не нужны Ночью ничего не нужно Мне все больше и больше Хочется Что из себя представляет День на яхте Обычно люди заняты Либо каждый По своему Какому-то предпочтению Кто-то больше Занимается управлением лодки Кто-то там Загорает Лежит Кто-то Вдруг ощутил Какое-то вдохновение Начинает готовить Там какие-то Свои изысканные блюда Когда совсем Например Заняться нечем То Можно играть в игры Как Мафия Там Кто-то в преферанс играет Кто-то узлы вяжет Кто-то книги читает А не бывает разное Че, даже есть такие Кто едет в путешествие С вами на яхте Читает книги Да Читают книги Ну да Где еще их читать? Для пар Это очень романтическое Занятие Потому что Всегда у них Происходит какой-то Повышенный уровень Тестостерона То есть для того Чтобы влюбиться Повторно в свою Половинку Нормально Это хорошо И поэтому Они часто читают Книги на яхте Например Кто-то занимается Рыбалкой То есть Есть люди Которые Ну просто А рыбу тоже Можно ловить Яхт? Причем Как возле берега Так и В открытом море На троллинг Потому что Ловится И тунец Ловится А с подводным Рыжьем? Тоже Когда мы Обычно На якорных стоянках Где какие-то Находятся Бухты Там с такими Скалистым берегом Там какие-то С шхерой Подводным ружьем Охота Это что-то Я знаю Это просто Это очень азартно После заката Солнца Там часиков В 11-12 С наступлением ночи Некоторые ребята Которые это любят Они погружаются Туда и часа на два И приходят С хорошим трофеем Класс Вот это Ради этого Уже стоит Так И что происходило Потом У тебя вроде бы Пошли детские праздники Там свадьбы Появились У меня Даже первые Детские праздники Вот после твоего Как такие Начали активно Доказывать Естественно Мамочки Тебя читают И вот Мы хотим Как у Оли Чтобы было Точно так же Я там Ну давайте Хотя бы Чуть-чуть По-другому Ну очень Мне было сложно Потому что Некоторые клиенты Ну прям Настолько Они Вот хотели Точно так же Вот Ну ты для них Как бы пример Знаешь Не копируйте Делайте лучше Я говорю А я вам лучше сделаю Правильно Ну в общем Да Прошли мы этот этап Потом как-то Киев Ушел Почему-то Наверное Потому что Конкуренция появилась Ну Тогда я была Наверное Одна из первых И людям Стало Наверное Невыгодно Оплачивать Мне транспортный Расход Потому что Я за свой счет Не хотела Ехать Потому что Ты перестала Делать Оле Праздники Ну а я продолжала В Кременчуге Активно Свадьбами Заниматься И мастерская У меня была По полиграфии Свадебной И мы сделали Майбездэй У нас был Интернет-магазин Полиграфии Для детских праздников Украшения Различные Мы разрабатывали Этот проект Два года В итоге Он не принес Ничего Нужно было Очень сильно Вкладывать И открывать Своё производство Финансов Не хватало То есть Хватало Только Как бы Оплатить Зарплату И там Чуть-чуть Чтобы Напокушать Ну совсем И мы Приняли решение Как бы Вкладывать Нечего Было Мы Продали И получается Это как раз Совпало С моментом Когда я ждала Ребенка Вот Мы продали Интернет-магазин Я как раз Уже родила Дочь И Ну Сдалась Вообще Мне ничего Не хотелось Вообще Ну как-то Вот Видно Какая-то Была Депрессия Я теперь поняла Почему У женщин Такое бывает Ну это Вообще Полностью Переворот Устала Ты же Все это Время Активно Работала Давай Говорить о том Что ты Работала Постоянно Я Сделала 12 августа Последнюю Свадьбу И сказала Все Я не беру Никаких Проектов У меня даже Были предоплаты Я все Всем вернула Отстаньте От меня Все Я ушла Рожать Короче Меня нет Все Я родила Буквально Прошло Несколько Месяцев Денег Не было И Начали Клиенты Все равно Появляться Они же Видят Что я Этим Занимаюсь А вы Занимаетесь Ну конечно Я не имею Права Сказать Нет Мне Деньги Нужны И В принципе За 4 месяца Мне хватило Дома Посидеть Мне Хотелось Двигаться Дальше Я набрала Новую Команду Я Тогда Всех Распустила Всех Уволила Сказала Всем До свидания Спасибо Большое За работу Больше Я сделала Естественно Праздник Все ждали Ну там Я делала Какие-то Небольшие Празднички Но их Не было Так много Я сделала Этот праздник И Как бы Так получилось Что я Наутро Проснула Знаменито Я выложила В инстаграм Эти фотографии Как-то Все От души Так Было Сделано И все Начали Хотеть Вот Это Такой Праздник Делайте Нам Такой Или Чуточку Не Такой В общем Заказы Просто Посыпались Вообще Я Просто Не могла В это Поверить Что Реально Такое Может Быть Так что Делайте Сами Себе Праздники Красивые И будут У вас Заказы Это Для тех Кто Занимается Организацией Мероприятия Это Очень Важно Быть В тренде Подавать Пример Крутой У тебя Пошли Заказы Давай Посмотрим Твою Картину Сейчас Что Ты Сейчас Делаешь Как ты Работаешь Потому Что У тебя Нет Офиса Сколько Ты Сколько Ты Зарабатываешь Кто У тебя Работает Давай Эти Вещи Можем Сейчас Я Ушла От Этой Всей Тяганины По Офисам Я Не хотела Платить Деньги Просто Хотела Чтобы У меня Были Деньги Потому Что Я Все Время Все Эти Семь Лет Отдавала Постоянно Слушаем Это Внимательно Я Просто Хотела Не Иметь Офиса Чтобы У меня Были Деньги Да Я Просто Приняла Для Себя В Один Момент Что Это Не Постыдно Работать Организатору Без Офиса В Этом Нет Ничего Такого Страшного Просто Мне Сразу Было Как То По Телефону Люди Спрашивают А куда К вам Подъехать Я В Любое Кафе Где Хотите Мы Встретимся Хорошо Без Проблем Мы Сразу Немножко Удивлялись А сейчас Я Куда Хотите Туда Приезжайте Я Подтянусь Или Вы Ко Мне Подтягиваетесь Ну В В Чем И Теперь Я Работаю Сама И У Есть Помощница Вот И Мы Как То Спелись Все Сложилось Я Распределила Обязанности Четкие То Я Придумаю Проект Рисую Картинку Она Все Считает Ищет Где Это Заказать Найти Купить То Я Передала Всех Своих Партнеров Подрядчиков И Она Все На Телефоне Это Все Согласовывает Сейчас На данный Момент У меня В среднем Где-то 4-5 Праздников В месяц Ну Как бы Это Немного Но Я Себе Поставила Планку Что Меньше Чем Где-то 10 Тысяч Гривен С Одного Праздника Я Не Могу Зарабатывать Мне Просто Неинтересно Это Делать Ну И Вот Таким Образом Где-то В среднем Оборот У меня 5 тысяч Долларов Если Доллар Переводить То 40-50 Процентов Это Чисто Моя Прибыль Это Уже Если Отминусовать Все Что Нужно Всем Заплатить То Это Чисто Я Зарабатываю Не Плачу Не За Офисы Единственное Что У меня Есть Склад 1400 Гривен 2000 Долларов У Наташи Разладились Личные Отношения Она Ушла От мужа Просто Это Тоже Очень Такой Момент Знаешь Многие Девочки Очень Сильно Боятся И Бизнес У вас Был Партнерский Вы Делали Все Вместе Как Мы С Сергеем Это Было Страшно Уйти Потому Что Вроде Бо Ничего У вас И Нет Такого Что Делить Ну А Что Агентство Праздников Каждый Уходи Страшно Естественно Всегда А как Я Буду Это Делать Поэтому То Что Наташа Сказала Мне За кадром Что Когда Я Ушла И Начала Сама Все Делать У меня Денег Стало Больше И Клиентов Стало Больше Это Все Таки Момент Того Что Это Намек Это Намек На То Что Энергетически Когда У людей Начинаются Проблемы Вот Что То Не То Вот И Заказы Пропадают И Работы Нет И Вот Все Не То Это Намек На То Что Нужно Не Бояться Менять Свою Жизнь Если Вы Понимаете Что Вам Не Комфортно У нас Акулы Стали Прыгать За Бортом Не Бояться Этого Сколько Тебе Лет Сейчас 31 31 То Ничего Страшного Нет Абсолютно Молодая Девочка У Которая Все Впереди Которая Сейчас Очень Неплохо Се Чувствует Я Так Понимаю Что Ты Не Убитая Не В Запаре Сейчас Работой Круглосуточной Нет Я На Лике Работаю 2-3 Дня В Неделю Чтобы Подготовить Проект На Проект Я Еду С Удовольствием Я Ничего Не Делаю Я Просто Хожу Фоткаю Фоткаю С Видео Снимаю Стори Занимаюсь Продвижением У меня Есть Потенциальные Клиенты Которые Меня Ежедневно Смотрят И Которых Я Могу Вдохновлять Праздниками Чем Я Живу И Соответственно Проект Для Меня Если Раньше Я Приезжала Боже Мой Коробки Носить Тягать Я От Этого Отказалась Я Просто Людям Плачу Деньги Они Выполняют Свою Работу Ну Что Друзья Вы Готовы Ко второму Сезону Потому Что Мы Активно Готовимся И Уже 13 И 14 Сентября Пройдут Первые Кастинги В нашем Новом Офисе Где Мы Будем С вами Знакомиться И Где Мы Будем Выбирать Команды Нашим Главным Героем Потому Что Правила Мы Решили Немножечко Поменять Итак Теперь Наши Главные Участники Будут Получать Себе Команды А вы Будете Помогать Им Заниматься Маркетингом Организацией И всеми Прочими Процессами Поэтому Теперь У наших Участников Еще Больше Бонусов Если Вы Хотите Принять Вчастие В нашем Шоу И Получить Себе Даже Возможных Сотрудников А может Быть И Партнеров То Опять Таки Заполняйте Анкету У вас Еще Есть Время Вы Заполняете Анкету И Выбираете Себе И Вы Обязательно Все Увидите Кто ваши Клиенты Мужчины Нет У нас Клиенты Наши Все Включая Детей И Ставшее Поколение Не только И семьи И не семьи Главное Что это Люди Со здоровым Духом Авантюризма Хочется Приключений Потому что Любое Яхтенное Приключение Путешествие Оно Кайфовое Когда оно становится Приключением Когда каждый раз Что-то Необычное Ну да На какой-то Королл Эйриф Нарвался Там Пираты На паре Например Ну как правило Это уже люди Состоявшиеся Пошли ко дну Вот это приключение Вне зависимости Да Своего возраста С нами ходят Приключение Вот это Я зацепился Мне это слово Понравилось Приключение Потому что Всегда присутствует Какой-то элемент Какие у вас были приключения Расскажите Какое-то приключение Вот Прямо Приключение Приключение Потому что Ну не знаю Скорее Это больше Общение С диким Животным миром Которые водятся В океане И в море Это крупные Млекопитающие Вот от этого Получаешь Самый большой кайф Челепахи какие-то Вот Приключения Например Когда мы ночью Пришли На английскую территорию В Гибралтаре Это все-таки Скала И государство Гибралтар Вот И нас Чуть Да Не арестовали Пришли То есть Средиземном море Есть английская территория Да Которая Я думаю Как же вы в Англию Попали Со Средиземного моря И пришли Их там территория И пришли Чисто в форме В этих шашечках И там их пограничники Британские Да Не полицейские Как таксисты С этими шашечками В желтых В желтых Таких Куртках Пришли И давай Нас арестовывать Что мы Незаконно Проникли На их территорию Вот Два часа Долго мы Объясняли Что мы К вам Пришли Потому что Все-таки У вас Офшорная Зона Что у вас Недорогое Топливо Что нам Было Самое Необходимое Что продукты У них Дешевле Чем На испанской Территории Почему Испанцам Можно А нам Нет Они Говорили Что ночь Уже Днем Надо Приходить Идите Вы же Живы Вас Не Видели Смотри Когда Я тебя Попросила Написать Мне Те цели Которые Тебе Сейчас Хотелось Я сейчас Ищу Просто Ты Мне Написала Что У тебя Есть Две Цели Первая Это Увеличение Прибыли Да То есть Ну Не важно Во сколько Раз Ты хочешь Увеличить Прибыль Там Несколько Раз И вторая Это Мысль Открыть Пространство Для Праздников Ага Комфортное Светлое Помещение Которое Можно Взять В аренду По часу И провести Там Праздник И все Там Заказать То есть Поэтому Юля Как бы Здесь Тоже Появилась Неспроста Мы С Сергеем Многие Считают Что мы Никогда Не говорим О наших Участниках И просто Бездельничаем Но мы С Сергеем Естественно Обсуждаем Каждый Каждого Своего Участника Каждого Предпринимателя С которым Мы общаемся И думаем Над тем Как бы Поступили Мы И сегодня Мы хотим Тебе Дать Варианты Того Каким образом Мы бы Решали Те цели Которые Ты поставила Перед собой Давай Начнем Все-таки Наверное Со второй Цели С пространства Потому что Сегодня Когда мы Сережа Этот момент Еще раз Проговаривали Как по мне Он предложил Идеальное решение Для тебя Вот И я хочу Чтобы ты его Послушала Поскольку Ты у нас Сегодня Как бы В формате Того Что ты можешь Делать Можешь Не делать Но мне кажется Что это Очень классный Вариант И я думаю Что его нужно Кстати Обдумать Июле В том числе Возможно Для открытия В других городах Да? Да Мы думали О том Что для того Чтобы сделать Пространство Праздников Хорошее Нужно Достаточно Большое Помещение И достаточно Большое Помещение Будет стоить Больших Арендных Денег Конечно И тем более Когда ты Берешь в аренду Ты подписываешься Под большой срок Тебе же нужно Обложиться Деньгами Поэтому Мне кажется Самое лучшее Здесь Открывать Такой Бизнес Это только Вариант На партнерство С владельцем Помещения Либо у человека Есть уже Это помещение То есть У него есть Помещение Но он не знает Толком Какой в нем Бизнес Сделать Например Как у нашей Людмилы У которой Есть салон Красоты Мы в твоем помещении Сделаем вот это И будем с тобой Прибыль делить Тебе хорошо Тебе не нужно Платить арендную плату Человеку хорошо Он все равно Получает Какой-то бизнес Свой Совместный С вами Он тоже Причем ты получаешь Партнера Который может Участвовать Еще как-то В твоем бизнесе Что-то еще и делать Это первый вариант И второй вариант Это когда Есть какой-то человек У которого есть деньги Не знает Какой бизнес Ты ему говоришь Давай купим Помещение Опять же Ты ничего не теряешь Ты покупаешь У тебя помещение Остается Я туда даю Там декорации Свои например Как-то оборудую Опять же Совместный бизнес Ведешь Потому что Так как Поскольку у тебя Нет таких Долгих ресурсов Да Ну там 100 Не знаю 200 тысяч Долларов Обложить в помещение И ты не хочешь Долговые обязательства Никакие влазить Да То лучше всего Мне кажется Идеальный вариант Здесь партнерство С такими людьми Потому что таких людей Много Достаточно Это вот То что надо Потому что Понятно Что Ты Причем человеку Что хорошо У тебя же есть Уже бизнес Он работает То есть Ему Ты сразу ему Приводишь клиентов Они у тебя уже есть То есть у вас Очень быстро Ты многие свои зоны Декоративные Которые у тебя сейчас Просто спрятаны Ты все это используешь Тебе даже особые Деньгами-то Своими не надо Вкладываться в декор Потому что у тебя Очень многие вещи будут На самом деле Вот такое партнерство Оно Как по мне Сейчас Ну очень хороший формат Для развития Потому что Когда мы находимся С одной стороны Баррикады Да Нам кажется Ну кому я нужен Кому нужно Мое помещение Или кого я найду Вот я например Официально говорю О своем агентстве Идеальная свадьба У меня есть Отличное агентство У меня есть прекрасная команда У меня есть шикарный сайт У меня есть прекрасное имя Но я не могу Заниматься этим Постоянно Я с удовольствием Найду партнера На 50% Которому дам Абсолютно все Что только у меня есть С которым готова Буду обучить И так далее И так далее И так далее Но Как бы Мне нужен такой партнер То есть Если вы хотите Открыть Свадебное агентство Ну вам вот это Влом Все это Нарабатывать Делывать Создавать себе имя И прочие вещи Не вопрос То же самое Происходит Со всеми остальными вещами У нашей Людмилы Есть помещение С абсолютно нерабочим бизнесом И таких людей тоже много У которых Что-то происходит Но это не приносит Уже деньги Им и закрыть это жалко И выбросить жалко И что с этим делать Они не знают Потому что Возможно у них Это помещение Их вообще не основной бизнес Понимаете Они в этом что-то замутили Но Блин Это же надо придумывать Это надо что-то делать Поэтому ребята Если вы Находитесь В Кременчуге Если Возможно Я знаю Что нас смотрят повсюду Вот Возможно Сейчас Вы понимаете В лице Наташи Что блин Классно Может быть Это будет Полтава Тоже в том числе Правда Это не так далеко От тебя То есть Посмотрите Могут быть Такие партнерские Варианты Очень здоровскими И в этом случае Ты делаешь Только ту часть работы Которая И так Твоя любимая Понимаешь Ты используешь Те ресурсы Которые у тебя есть Ты не берешь кредиты Ты не начинаешь Думать Бояться Что боже Как мне это отбить Потому что Это сумасшедшие деньги Все-таки Если Брать помещение И все по-взрослому Там это делать Для того Чтобы это запустилось И мне кажется Что для тебя Это очень хороший вариант И тебе об этом Тоже стоит подумать Таким образом Работая с людьми Вот на тем Всегда думайте О том Какая у меня Сильная сторона Не то Блин Как мне убиться И найти то Чего у меня нету А как я могу Создать Вот такой Партнерский союз Где я буду Использовать То что есть у меня И находить Свою половинку У которой есть то Что нужно вам Потому что Нам всегда кажется Ну кто мне это даст Ну кто же даст Мне свое помещение Да посмотрите Половина города Любого Стоит в полной хрени Которая даже Не окупаются И люди просто Не знают У них откуда-то Эти помещения Были Есть Да Они их может Куда-то Но они их издать Не могут Это реальный бизнес И реальный вариант Как тебе вот Эта мысль Я думала тоже О партнерстве Потому что Я понимаю Что это Как бы Минимум 10 тысяч Аренда помещения В Крымичуге Стоит Да Хотя бы Такого там 70-100 квадратов Да И то Это очень мало Для такого Типа Бизнеса Плюс Ремонт Да Вложить Вот эти Вот все Штуки Да Сделать Классные Там Столы Купить Какие-то там Подиумы Постелить Аппаратуру Вот все Это реально Очень много денег И даже Если я там Их заработаю Мне все равно Как-то Блин Это вообще Такой шаг в пропасть Неизвестность Очень большой Стремно Делать Реально И я еще И я еще Просто Что переживала За то Что Будет ли Это работать В маленьком городе Настолько Чтобы Оно мне Давало Такие деньги Чтобы Это стоило Вообще Как думаешь Будет Да Вот да Ответ получила Я думаю Это как раз Вот момент Который Вы с Юлей Обязательно Обсудите За кадром Потому что У Юли Уже Есть в этом Опыт И она Может с тобой Этим поделиться Но думайте Об этом Всегда Не думайте Вот мы всегда Когда нам Что-то нужно Мы думаем Как снять Последние Штаны Думайте Всегда О каких-то Таких Союзах Где вы Сойдетесь Как кубик С Рубиком Понимаете Вот у вас Этот момент Сложится То есть Это как бы Первая Такая история Которая связана С твоей целью Пространства В другие Варианты Я бы не рекомендовала Тебе влазить Никак Вот Просто для того Чтобы вновь Не вешать на себя Эту удавку Хотя бы морально Понимаешь Ты как бы еще Не отошла От того Что ты там Прожила Имея какой-то Неудачный опыт Если же брать Момент То есть Всегда существует Если мы говорим О прибыли Есть всегда Два момента Развития Об увеличении Количества денег То есть Первое Это увеличение Среднего чека То есть Делать Продавать То же самое Но продавать Это больше И дороже И второй момент Это Продавать Делать больше чеков В принципе Касаемо Продажи Больше чеков Давай я больше Буду тебя переводить Ну то что больше чеков Мы тоже думали Да как Здесь Какое преимущество В общем-то Маленького города Всегда Маленький город Очень легко И дешево Покрыть рекламой Вот вообще дешево Например Если в Киеве Чтобы тебя знали Да в Киеве Хорошо Ну это очень дорого Сделать То в Кременчуге Это состояние Да в Москве Не знаю сколько А в Кременчуге Это очень дешево Ну например Ты можешь выбрать Скажем так Свою целевую аудиторию Очень точечно Например мамочки У которых дети Так определенного возраста Если взять детские праздники И на эту аудиторию Дать рекламу Просто везде Но везде Я сейчас беру про интернет Фейсбук Чем они пользуются Инстаграм Инстаграм И гугл Вот везде Именно По геотаргетингу Именно город свой Просто взять четко Границы города Может быть там 10 километров вокруг Это очень легко настраиваться И просто вот на этих людей Месяца три Просто их бомбить Непрерывно Плюс я бы еще Сделал бы поддержку Парочку бордов В городе Поставил Парочку Тоже на 3 месяца И вот за 3 месяца У тебя Это кажется Что вроде бы Тебя все знают В городе И может быть Так и есть Но люди забывают Кока-кола Она же все равно О себе все время Напоминает Хотя ее все знают И вот Месяца три Вот такой бомбежки Ты пойми Что с первого дня Это не даст эффекта Но вот за месяца три Это будет очень сильный Накопительный эффект Я думаю Что у тебя удвоится Утроится количество Клиентов просто Которые уже войдут Это вот то Что касается Резкого увеличения Вот количества мероприятий Это очень легко сделать Я не думаю Что это дорого будет Именно Интернет все-таки Маленький В Кременчуге И там не так много Людей можно очень плотно покрыть В любом случае Ты можешь себе Выделить на это Триста долларов Позволить В месяц И эксперимент Ну и так В любом случае Ты их точно отобьешь Ну по-любому Отобьешь С одного мероприятия А так или иначе Однозначно Это даст тебе эффект И второй момент О котором не стоит забывать Это то Что я не знаю Как у тебя там обстоят дела С этим Нужно всегда стараться Людям продавать Больше Чем они хотят То есть Когда ты делаешь смету Одно из правил Ну ты Я помню Что ты всегда любишь Предложить побольше Да чего-то Прям жирно Вообще максимально Вот Ну я помню Что у тебя есть такие вещи То есть Нужно не забывать Об этом Плюс Периодически Тоже не забывайте О том Что цены Можно повышать Даже если они у тебя Высокие На 5% Ты можешь всегда Повышать На 10% Стабильно Как бы Идти в рост И второй момент О котором я хочу Сегодня рассказать Очень важный Тоже Я общаюсь Со многими Партнерами Своими Естественно Всегда Интересуюсь Иногда Сплетничаю Там Откуда У этого того А как эти А как тебя А что тебе Эти столько работы дают И вот я узнала Такую интересную вещь Что Ну мы знаем о том Что у нас есть у всех Какие-то сильные Слабые стороны Вот у меня например Навык коммуникации Знакомства Очень слабый навык То есть для меня Подходить к незнакомым людям Общаться с ними Это просто Ну там Ко мне она первая Подошла знакомиться Не Ну я не прям Так Ну для меня Короче Я это делаю Но для меня Это очень некомфортно Ну то есть Я и так Пересиливаю себя Но есть такие люди Которым это дается Очень легко И в бизнесе Это очень сильно помогает Значит Есть одна компания Которая постоянно проводит Детские праздники Ну чтобы вы понимали В неделю несколько штук Причем Очень с нормальными бюджетами Постоянно И они проводят И они проводят еще До хренища Определенных праздников Причем они их все проводят Одной компанией В основном То есть определенному Кругу людей То есть их гости Это постоянно Вот эта вот тусня Аналогичная ситуация у меня Вот Значит В чем кайф Этого действия Что я предлагаю Ну сейчас Давай я расскажу сначала Про это А потом расскажу Что я предлагаю Значит Прелесть ситуации Заключается в чем Я говорю значит А как они это делают Как Как получается Они говорят Они Девочки эти Они знают И знакомятся С каждым из гостей То есть Они как бы Знают Там Они знают Когда у кого день рождения Когда у кого что И они Не ждут Пока те им позвонят А они им сами Звонят И говорят Что смотрите У вас же у Маши Там день рождения Давайте сделаем Или там Например У Игоря Борисовича День рождения Давайте им орган Давайте сделаем ему праздник Например Жена говорит Или Игорь Борисович Говорит Нет Я не хочу праздника Тогда они звонят Друзьям И говорят Смотрите У Игоря Борисовича Праздник Давайте организуем им что-то И поскольку Круг людей Достаточно состоятельных Это очень важно То есть Чтобы гости Были состоятельные Они по этому кругу Постоянно идут То есть Они сами инициируют Они сами инициируют И вступают в этот контакт И как вариант Чтобы это сделать Я предлагаю Вам рассказываю И всем об этом говорю Как начинали Вообще Вот эти вещи Они выбрали для себя Нескольких клиентов Ну то есть Изучили Сейчас благодаря соцсетям Важно понимать Это идеально работает Если это спортивные команды Если это люди там Переехавшие из одного региона А в Киеве сейчас Вот Донецк Луганск Уже как бы проживает То есть Если это люди Чем-то объединены Идеально Ну как вы понимаете Футбольные клубы Здесь прям вообще Раздолье Женщинам всегда Есть чем заняться Всегда есть баблишка И замечательно То есть Что они сделали Они выбрали себе Там Трех жертв Условно Публичных мамочек С которыми они Списались И предложили Естественно Сделать там Свои услуги Ну там Если не бесплатно Ну по очень выгодным Предложением Чтобы им было Глупо отказать И когда они Это сделали Они не начали ждать Что мамочки Начнут писать О них посты И может быть Им кто-то позвонит А они сразу Стали общаться С гостями Не ходить И не таскать им Визитки А знакомиться Знакомиться Говорить О какая Лисочка У вас хорошая Машенька То есть Становиться Частью Как бы То есть Тогда Когда люди Не воспринимают Вас как продавца Такого Который там Визитку А когда они Знакомятся Говорят А кто вы А я вот Организатор Я вот этим Занимаюсь И войдя Вот в такой Формат Отношений Естественно Что мамочки Их уже запоминали Я вам скажу Больше Что например Я являюсь Транссеттером Дни рождения В кругу Своих друзей Детей Потому что У нас Появляется Естественно Благодаря детям У всех круг Знакомых И вот я замечаю Что например Нас пригласили Отпраздновать Чей-то день рождения Так как люди Привыкли Там сняли Аниматоров Они там где-то гуляют И тут Приглашаем На день рождения Мы Где значит У нас Вот все По нашим правилам Да все Вот это Красивенько Естественно Что в следующий раз Или прямо здесь Обычно в следующий раз Мама мне звонит Да и говорит Ольчик Отдай мне контакты Тех кто был У нас там Тем-то Или кто нам Это делал И таким образом Вот у нас В прошлом году Да команда Отработала У всех наших друзей Хотя да Первый раз Они ко мне зашли На пробу пера Бесплатно Они сказали Это казалось Шоу программы Они сказали Ольчик Можно мы отработаем Алисе И покажем Мне даже не надо было Ничего особенно делать Потому что мамы Сами там стали говорить Но когда вы вступаете В коннект Вообще Вот этого общения Это очень сильно Повышает шансы И этот вариант Идеален как раз Для выхода В других городах Где тебя не знают Где ты Делаешь кому-то праздник И где ты Опять-таки Не сидишь И не ждешь Вот моя позиция Всегда была Сидеть и ждать Я не умею Не люблю Застрелюсь Но если вы это умеете делать И готовы То это очень классный вариант Для того чтобы Мы же должны помнить Что понимать Люди У них есть тоже проблема Когда у них детский праздник Они не знают Кому обратиться То есть Мы им не навязываемся Мы им помогаем Не бояться Решите проблему Не попасть на каких-то Аниматоров Поэтому это тоже вариант Если ты будешь Хотеть Или будешь готова Выходить на другие города Активно Как-то Гришкиев Перестал Вот это как раз Тот вариант Когда нужно делать И идти не просто К девочкам Лидерам мнений У которых тысяча подписчиц Но возможно Не того уровня А идти к тем У кого правильная компания И где ты можешь Знакомиться А ты уже застолнила Шерха Нет Мы можем вместе Вот Поэтому помните Помните об этих моментах Это те возможности Которые Вам ничего для этого Не нужно делать Вам не нужно для этого Чего-то дополнительно Там сильно вкладываться Это то Что вы должны просто использовать Мы не используем Эти ресурсы Которые у нас есть Да, Оль Ты права Это работает шикарно Шикарно Мы вот У меня 70% людей Мы когда начали считать Это сарафан Это люди Которые либо были у нас Либо были у нас в гостях Кого-то Елена, у нас к вам интервью Почему нету книг? Люди заказывают книг Книг нету Книг нет Потому что они в пути Они идут Всем отправляют вовремя Вот Партию уже первую Всю разобрали Заказывайте вторую Так вот У нас есть специально Вот эти все книжки Они уже проданы Их уже нету Но Мы, друзья Мы заказали Второй тираж Поэтому мы снова Открываем продажи Вы можете быстренько Их заказывать И себе забирать И, кстати, у нас еще есть Книжки Кто не знает Олечка Ермилова Свадебный гуру Как стать признанным экспертом На свадебном рынке Убираем слово Свадебным Как стать признанным экспертом На своем рынке И еще книжечки Это все Что, кстати, осталось Как продавать свои услуги На семинарах для невест По-другому Как вообще продавать свои услуги Там, где Где их вообще непонятно Как продавать Ссылки все оставляем Забирайте Заказывайте книжки Потому что они Если бы я захочу К вам в путешествие Пойти Где я могу узнать О том, где эти путешествия проходят Какие они Вообще все условия Есть какой-то сайт у вас Или в фейсбуке На что ссылку оставлять Явтиное агентство Капитанский мостик называется Это что, сайт? Это страница на фейсбуке Страница, да Фейсбуке Мы оставим тогда ссылку То есть там вся информация Вся информация О наших путешествиях То есть если кто-то захочет Поехать Он туда должен написать, да? Да На этой страничке В разделе мероприятия Там есть все наши Прошлые путешествия И будущие путешествия Я сам с YouTube посмотрю Мне интересны Эти приключения А слушай Я предлагаю Знаешь что? Я предлагаю Пока Ермилова где-то там Отвлеклась Поехали в Австралию Прямо сейчас Люди, которые с вами Туристы Они приучаются Эти яхты Конечно, да Паруса Поднять Опустить И так Вот я теперь понимаю Чем в этом занимаюсь Они приобретают Поднять паруса Во-первых Они приобретают Новые для себя Навыки Работа в команде Всегда Это путешествие в команде Слушай, это классно Наверное Для какой-то Корпоративных Да Тимбилдинг Очень хороший Обалденно Потом, например Они изучают Новую терминологию Они совсем по-другому Начинают относиться К наукам Например К К Звездам К 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 Учатся Обращаться С радиостанцией Потому что Если нужно Пришвартоваться Например В Марине Обычно Я даю Какому-нибудь Члену экипажа Эту Радиостанцию И прошу Сделай запрос Значит На стоянку Они говорят Что нужно сказать Я объясняю Все Они начинают Просто люди Никогда не пользовались Рацией И даже Вот такие навыки А кораблем Порулить Тоже Тоже С тобой Само собой Что происходит В яхтенном путешествии Что время Оно как бы Сжимается И расширяется Оно такое Обивалентное состояние То есть С одной стороны За неделю Ты получается Успеваешь Получить массу Эмоций И впечатлений Как будто Ты где-то отдыхал Три недели Месяц На самом деле Каждые Три-пять часов Мы посещаем Новый город Новый остров Можно выйти Да На захват На разграбление Города Дается Некоторые Ребята Думают Что Когда они Вернутся домой На этом путешествие Заканчивается Ага То есть Когда возвращаешься Домой Путешествие Только начинается Дня 3-4 Путешествие Продолжается Потому что Бывают Люди спят А они Их Их все равно Продолжают Их Я знаю Когда выходишь На берег И, например, если им надо Куда-то по нужде Ночью сходить Они идут по стеночке И садятся Держатся за стеночку Отдать швартовые Правильная команда? Правильная А что еще надо сказать? Поднять якоря Отдать швартовые Поднять паруса Поехали Юль, все-таки интересно Давно ж Уже не виделись Что у тебя там С бизнесом произошло Как Какие-то движения Судя по тому Как ты все время улыбаешься Потому что я помню Первый эфир Когда ты была такая Такая Да Такая сидела Суровая И ты тогда не верила Что что-то можно сделать С этим Потому что денег же нет Ни у кого Вот И дороже Чем за 3 тысячи гривен Никто не купит Твой детский праздник Мне даже интересно Какой сейчас у тебя Какой за 3 тысячи Там за ты полторы За полторы За 50 долларов Дороже не покупают Сколько сейчас покупают? Ну вот 20 есть тысяч Разные есть бюджеты 4 с половиной есть Ну по-разному есть Ну 20 тысяч Все равно это очень мало Это 800 Это 700 долларов Там Да Для праздника Это очень мало Я думаю Что ты еще просто Не вышла на свою аудиторию Наверное Ну мы готовимся Или ты им не предлагаешь Просто Ну я сейчас Жду продажи Да, хватит наезжать Человек с полутора тысяч Пришел Он говорит 20 тысяч Это очень мало Нет, ну я сейчас Жду подтверждения Сметы на 100 Просто пока нет подтверждения Пока я не могу сказать Ага То есть ты сделала Все-таки смету Кому-то на 100 Да На 4 тысячи долларов Около 4 Так, ну расскажи Вообще Что происходит Все хорошо Мы сначала пришли к зоне Там Был у нас минус такой большой Мы там минус 14 Следующий месяц Минус 5 Ноля у нас не было Сразу мы вот перешли в плюс И сейчас уже я могу спокойно Заработки со свадебного агентства Тратить на себя и на детей Уже я не содержу свадебного детская И уже мотейка у нас пришла в прибыльную То есть у нас была проблема в том Что то направление Которое ты открыла Детское Да, если вы не смотрели этот выпуск Обязательно вернитесь сначала И посмотрите Юля у нас одна из первых участниц То есть она открыла детское пространство Вот где проходят праздники И оно было в минусе Да И финансировалось благодаря тому Что у Юли есть еще свадебное агентство Да Сейчас это перестало финансироваться Да Оно вышло уже на окупаемость И уже приносит свою прибыль Да Но агентство детских праздников Все-таки в отличие от свадебного агентства Не так подвержено сезонному фактору Да И круглый год будет работать нормально Июль у нас Вот мы вычислили Что июль дети разъезжаются Дети, да У бабушек на морях В лагерях И так далее Мы тоже, кстати, вычислили Что июль не очень И тем не менее Вы все равно в минусе не были Но мы не были в минусе У нас рост идет У нас на август Сейчас забронировано С задатками 23 проекта И если раньше у нас было Там 14, 15, 16 проектов То есть у тебя поток уже пошел Пошел, пошел Да У нас Причем к нам идут одни и те же Это очень классно Мы уже знаем этих детей И чек средний уже значительно выше Правильно? Да, мы сделали Мы не повысили просто так Вот ни с чего стоимость Мы оставили программы Так, как они были Но мы их сделали базовой версией И к ней мы придумали еще две Опции Да, то есть мы взяли Очень много вариантов шоу Спецэффектов Мастер-классов В общем, куча-куча-куча Да, декоры начали Другие делать еще Плюс, вот у нас классная У нас очень красивая территория Но, если вы хотите Мы еще к вашей программе Там, Микки Маус Мы сделали Микки Мауса А шпионы мы сделали шпионов Ну, то есть плюс еще делаем декоры И, соответственно, мы для каждой программы Сделали такую сетку Да, можно и за полторы тысячи взять Но можно взять и за четыре с половиной пять Или там три с половиной пять В зависимости от программ То есть, в принципе, как бы И можно взять за десять Вот этот легкий вход за пятьдесят долларов Он остался Он остался, да Все это не страшно Если кто Причем у нас очень часто Мама приходит Бронирует за полторы Мы ей сразу же сбрасываем Вот эти варианты Что еще можно И она, как правило, перезванивает И говорит Нет, а давайте нам вот среднюю программу сразу То есть, я высокую делала Не для того, чтобы ее покупали Да, а для того, чтобы у меня чаще брали среднюю Потому что средняя, она Ну, она вот хорошая Вот она реально хорошая Ну, дорогую же тоже покупают? Два раза пока купили дорогую Ну, отлично Да Это тоже замечательно Какая разница? То, что я хотела Я доделала Большой зал я уже доделала Под то, что я видела У нас открылось Открывается, точнее К дню рождения моего ребенка Откроется Тайная комната Потом у нас будет еще шкаф Как в Нарнии Ну, то есть, мы вот постоянно Постоянно Вкладываем У нас появился ресурс Чтобы еще дальше дожимать территорию Вот И очень круто Дети приходят и говорят А у вас было по-другому Мы говорим Ну да У тебя что в комнате Мебель сама себя не переставляет Он говорит Нет У нас так У нас же сказочная страна Ну, у нас всегда так У вас не так странно Очень странно Потом мы сделали уроки магии Ну, очень много всего Ввели такого классного Интересного И у нас, когда уроки магии У нас родители встают Из-за стола Мне уже захотелось Тебе приехать Я хотела сказать Мне кажется, что люди Хотят из других городов Приехать Особенно в тайную комнату Да У нас вот, да Тайная комната С тайным входом Которого не видно Вот И, ну, очень интересно Как ты думаешь Считаешь сама Вот участие в шоу Тебе помогло чем-то Я знала, что вы это спросите Мне интересно А я нет Нет, я ехала и думала На меня вот на самом деле Не вижайте, Сережа На меня вот Оля Почему-то очень странным образом влияет А мне могут сказать На меня тоже она странным образом влияет Каким-то Захатый поворожу Мне может сто пятьсот человек сказать Юля, вот нужно сделать вот так И Юля будет ходить и думать А надо, а не надо А вот Оля говорит Нужно повысить чек Я за неделю его повышаю Ну вот как-то я не знаю Каким образом это работает В общем, кого не слушаешь Поэтому нет, ну не важно Каким образом это происходит Я рада, что ты слушаешь умную женщину И у тебя есть результаты Это очень круто Ну вот наряду с мотивацией Самое главное, что мне дало шоу Дали просмотры выпусков со мной Это осознание ценности себя И вот уже осознание ценности своего времени Своего профессионализма Того, что я делаю Своих идей Потому что мне казалось Ну там, ну придумать тайную комнату Ну придумать там уроки зелье варенья Ну да господи, это же все могут Оказалось, что это не все могут И оказалось, что это очень ценно И нужно себя ценить И вот от этого осознания Уже пошло все остальное Это осознание своей ценности Вот это мне дало шоу Ну вот эта продажа Меня всегда убивает Знаете, когда люди продают на маленькие чеки И тратят кучу времени и сил на то, чтобы это продать Вот это самое ужасное А в тот момент, когда у нас все зарядилось и пошло У меня увольняется ключевой сотрудник Какая интересная история Ту, на которую ты делала ставки Да Вот оно И ну ситуация была в том, что не было другого варианта Кроме как мне войти в продукт А почему она уволилась? Жаба Я не знаю Это называется друзья жаба Вот это вы тоже к этому должны быть готовы И я, кстати, говорила об этом в одном из выпусков Где просила вас не хаять наших участников Это как раз момент того, что нам зачастую Не так страшно, что не получится у нас Или что у нас не очень хорошо Как нам сильно не нравится Когда те, кто был рядом с нами Вот еще недавно он был так окей же, как мы У него вдруг начинают идти дела вверх Вот этот страх того, что кто-то лучше И нежелание в этом принимать участие, находиться А возможно показать степень своей важности Но без меня-то тот бизнес не держится Такое тоже часто бывает Абсолютно Я взяла на себя все обязанности, которые были у Насти И получилось так, что я начала видеть какие-то недоработки У нас И оказалось, что их много Оказалось, что все так классно, идеально И оказалось, что я собрала коллектив Говорю, смотрите, есть такое ощущение, что вот здесь, вот здесь, вот здесь можно дожать Они говорят, да ну нет, да как? Я берусь за полторы суток, переписываю одну из программ И когда я ее показываю своим ребятам, они говорят Вау, так может быть, класс, а давай еще вот это переделаем А давай еще вот это переделаем Говорю, ребят, ну смотрите, давайте, переделывайте Я вам за это буду столько-то платить А если программа зайдет и будет рвань Как у меня Дима говорит, рвань То я вам удвою, ну бонус удвою Пишите И у меня начали ребята писать программы Вообще там отвал башки То, что они мне пишут, это просто вообще Ты видишь, что любая ситуация в нашей голове, да? Иногда нам кажется, что если человек этот уйдет, то можно впасть в депрессуху Да, я чуть не закрылась Я хотела закрыться Я хотела тебе сказать, что да, это такое, вот как ты это пережила Потому что действительно такое происходит Но затем вы должны понять, что и это тоже к лучшему И ты абсолютно взяла и перекрутила ситуацию к лучшему Еще понимаешь, теперь у тебя весь твой персонал стал еще более творческим И оказалось, что самое главное Во-первых, ты доказала себе, что кто бы ни ушел, ты в состоянии выплыть Во-вторых, ты еще помогла раскрыться своим людям Да, ну на самом деле первая мысль была Ну все, надо, значит, закрываться Я не выйти Значит, это бизнес не твой был, а твоего сотрудника Я просто, когда у меня стрессовая ситуация Это моя особенность Я вот становлюсь потерянной на какое-то время Это Настя, да? Настя, привет, спасибо Мы хотим тебе выразить наш ухо благодарность за то, что ты помогаешь Так, можешь еще к Натахе наняться на работу И потом от нее уволиться тоже То есть Настя у нас forever, молодец Вообще, Настя, я тебе хочу сказать, что ты правильно делаешь, что ты делаешь то, что ты хочешь Просто всегда нужно понимать, ну самой осознавать ценность Вот я очень надеюсь, что ты ушла И тебе это, ты ушла из-за того, чтобы сделать лучше себе И у тебя на самом деле лучше А не из-за того, чтобы сделать Юльке плохо Потому что вот это вот внутри твое понимание, из-за чего ты ушла Найди ответ себе на этот вопрос И будет показатель того, ты просто счастливый человек, который хочет жить так, как хочет Или просто гадина, которая хочет сделать кому-то плохо Это важно Вот я себе каждый раз задаю этот вопрос, когда что-то делаю Это из-за моего гадства или из-за того, что просто я делаю, ну, люблю себя наоборот Ответ очевиден Ответ очевиден? Нет, на самом деле это очень болезненный вопрос для меня Потому что у нас была договоренность, что я же планировала в Польшу ехать на день рождения Ой! Кстати, да Да, и у нас была договоренность, что у нас... Мы в Монако, Юлька, успокойся, мы сейчас Монако наплезаем Отдаем шматроны в Монако У нас в Монако Да, и у нас была договоренность, что у Настя идет в отпуск Там, ну, на определенное количество времени я подхватываю ее работу Все свое там, да, максимально закрываю И потом я иду в отпуск, и она подхватывает мою работу И она уволилась перед своим отпуском, и я совершенно не отдохнула То есть я вот такая устрачивая Это был сюрприз? Ну, если честно, да Подарок о дню рождения Вот, но у каждого свой путь Нужно уметь отпускать Я как бы сказала, что... Я всегда в таких случаях отпускаю и говорю Гадина Иди нахер Счастливой дороги Ну... Да Да Но все же классно Да Я не поехала в Польшу, но я очень надеюсь, что я все-таки осенью куда-нибудь вырвусь Ты обязательно вырвешься Я тебе скажу больше Я тоже никуда не поехала Потому что сейчас мой план гораздо грандиознее Пока я отдыхала на соревнованиях в Испании с Элисой Я Сереже позвонила и сказала Я ненавижу это море Я не хочу отдыхать Мне сейчас хочется работать Поэтому пока у тебя сейчас все идет У тебя все только начинается Не, ну как бы не страдайте по тому поводу, что сейчас вы не можете поехать в силу Неважно, недостаточно денег, времени или еще чего-то Все обязательно будет Пока ускоряется, надо давить на газ Надо давить на газ Вы всегда успеете, поверьте, всегда успеете Давите на газ, идите вперед, получайте удовольствие И не считайте, что что-то неправильно Все правильно Все наилучшим образом И все в свое время приходит Супер Давайте в Монако Да? Давайте А дальше во ртовы Поехали Поехали Я, кстати, хочу сказать Пока мы не уехали в Монако О том, что Кто не помнит Юля у нас находится в Житомире И в Житомирской области Если вы где-то рядышком будете Обязательно заряжайте в ее пространство Наташа у нас находится в Кременчуге Но, могу вам сказать У собственного опыта Она легко выезжает в Киев Поэтому обязательно подпишитесь на девочек Посмотрите их профили Их проекты Посмотрите на них Как на классных предпринимателей Посмотрите на них Как на людей, которые не сдаются И посмотрите на них Как на барышень Которые делают офигенные детские проекты Детские праздники Если вы никогда своему ребенку не дарили праздника Постоянно считаете бабло И думаете О, нет, лучше я куплю ему новые кроссовочки То это зря Моей Алисе и Еве я делаю праздники каждый год Вот у Алисы будет седьмой день рождения У Евы четвертый На каждый год мы снимаем видеоролик Помимо там фотографий И это любимые их фильмы Они смотрят и помнят каждый праздник Где она Микки Маус Где она принцесса Где она кто И дети поэтому формируют свое счастливое детство И понимание того, что родители их страшно любили Первый годик Алиса смотрит Конечно она себя не помнит Но она смотрит этот день рождения Она говорит Ой, какая я смешная Как мамочка меня любила Какой у меня здоровский столик Я сохраняю даже по одному элементу Каждого с праздника Для них у меня хранится в большой коробке Весь твой декор есть Все сохраняю для того, чтобы мои дети понимали Что мама не только фигачила на работе с папой Я просто любила А ращу их с пониманием того, что такое семья Что такое праздники Что такое ценности Для того, чтобы в будущем у них также была своя счастливая семья И понимание, что важно и нужно Это праздновать, отмечать и делать это красиво Чтобы их вся жизнь была красивой Поэтому не жадничайте И девчонки, достойные организаторы детских праздников У вас есть в этом возможность прямая убедиться Поэтому я от себя могу этих девочек искренне рекомендовать Потому что они действительно большие умницы И относятся к этому делу И к красавицам Как к своему собственному Абсолютно Я думаю, что вас забросают в личку еще вопросами обязательно Потому что так уж получилось, что нас по профилю смотрят много организаторов Тебе писали вообще, Юля? Да Я думаю, что Наташку сейчас забросают Многие вспомнят Кстати, напишите, кто у Наташи учился Напишите ей благодарственные какие-то письма И тоже будет очень приятно Напишите что-то хорошее, пожалуйста Я вас все время прошу Не надо критики Наоборот, посмотрите, какие они молодцы Как они выходят достойно из всех ситуаций Которые с ними не так просто происходят И что вот эти деньги, которые они зарабатывают То, что они получают Это все результат огромнейшего труда Вот я верю в такой труд Я не верю, ребята, что можно за три месяца запустить онлайн-школу И зарабатывать на ней 150 тысяч долларов в месяц Когда ты полное говно Только потому, что тебе пообещал это бизнес-тренер Но я верю, что можно пахать, можно любить свое дело И можно вырасти из этого А теперь Монак Поднять паруса Ну что, мы красиво, по-моему, с вами закончили лето И плавно приступаем к осени, друзья Это означает, что что-то впереди нас ждет новое Я очень надеюсь, что вы после лета собираетесь силами Собираетесь мыслями, идеями Помните о том, что скоро Новый год, кстати Скоро будем снова читать, что мы там выполнили, не выполнили Обещать себе достигать каких-то новых целей И самое лучшее, что вы можете сделать Это ничего не ждать И начинать действовать прямо сегодня Я напоминаю вам о том, что каждое воскресенье Выходят наши выпуски И сейчас мы вновь возвращаемся В общем-то с осени В то, что мы будем выходить два раза в неделю Мы расширяемся Мы гораздо больше уделяем времени уже В общем-то всему, чему занимаемся Нашему продакшену И я надеюсь, что вы увидите Новые серии, новый результат И обязательно новых участников Не забывайте подписываться на наш канал Не забывайте не лениться писать нам комментарии Ставить лайки Ну и в общем-то не забывайте о нас Что есть самое-самое приятное Под этим видео есть масса ссылочек Которые будут для вас полезны Совсем скоро вы увидите Как мы провели свою зажигалку пати Что же там было все-таки в конце концов Совсем скоро вы увидите наши специальные выпуски Которые мы тоже готовим Ну и вообще Помните о том, что у вас есть всегда выбор Вы можете сидеть, наблюдать и ждать Пока что-то с вами случится А можете взять, начать действовать прямо сейчас Я надеюсь, что я зажгла вас на действия Мы, как всегда, ждем комментарии для наших участников Ну и до скорой встречи Уже очень-очень скоро Субтитры сделал DimaTorzok